Ассаляму алейкум, братья! Вопрос такой, можно ли ехать учиться по исламу за границей, если родители против этого? И объясните, пожалуйста, как провести похоронный процесс, все, что с этим связано. Алейкум ассалям! То, что касается учебы, очень актуальный вопрос, очень много братьев спрашивают, можно ли поехать на учебу без разрешения родителей? Друзья, это вопрос, сложный вопрос. В чем его состоит сложность? Сложность, братья, его состоит в том, что уровень родителей, наша религия, шариат, поставил уровень родителей на высокий уровень. И наш шариат, который пришел свыше себе небес, он поставил так, что довольство родителей – это довольство Аллаха. А гнев родителей – это гнев Аллаха. И наша обязанность подчинения нашим родителям – то, что не противоречит шариату. Все, что в рамках шариата, все, что не выходит за рамки шариата, мы обязаны в этом подчиняться родителям. Это наша религия. Если же есть необходимость поехать на учебу за границу, как здесь в вопросе, в этом случае я советую братьям, чтобы они сделали все необходимое для того, чтобы родители дали им разрешение. Если же у них не получается найти общий язык со своими родителями, то пускай они найдут тех авторитетных людей, которые могут поговорить с родителями, и которых родители прислушиваются, чье мнение они придерживаются. Если мы постараемся, то мы наверняка сможем сделать какие-то определенные действия или ходы для того, чтобы смягчить родителя, наших родителей, для того, чтобы они дали на это согласие. Есть такие семьи, где родители, они по мудрости Всевышнего Аллаха, который запечатал их сердца, и которые проявляют вражду к этой религии и носителям этой религии. Даже в этом случае, если они проявляют вражду, даже в открытой форме, даже в этом случае наша религия нас обязывает проявлять к ним хорошее отношение. И если же нет для них никакого авторитета, то тот человек, который хочет выехать для того, чтобы взять знания, если он находится в такой местности, где ученых и знающих людей, студентов не хватает, то в этом случае, по мнению Ахлюль-Ильм, ученые, они говорят, что он может выехать без разрешения родителей. Он может выехать. Вообще знание, приобретание знания братья, это является у него фардуль-кифая, общественная обязанность. в том обществе, где отсутствуют определенные знания, не только шариатские знания, но даже и светские науки. Если есть общество, в котором нет ученых области медицины или области химии, или физики, математики и так далее, то на этом обществе висит ответственность. И это общество в грехе. То есть в каждом обществе должен быть человек, который знает определенное ремесло или знает определенную науку, благодаря чему этого человека может опираться в этих вещах общество. Если в этом обществе, как я сказал, отсутствует этого, то это общество в грехе. Сегодня, если взять основном у нас здесь, в Дагестане, мы видим острую нехватку тех братьев, которые обладают знаниями. Можно сказать, что есть территории и районы, в которых вообще отсутствует отсутствие таковых. Кроме нескольких сел, которые мы знаем, вот в этих селах, если там есть достаточно знающих братьев, то в этом случае они обязаны поехать только лишь с разрешения родителей. У нас есть несколько сел, допустим, мы знаем село Кироваул. Я слышал, что там практически в каждом доме есть человек, который выехал на учебу и обучался. Также в селе Губден известно, что там очень много хафизов и много знающих братьев или селения Сасетли или Гимри. Такие селения, в этих селениях, где достаточно знающих братьев, они уже обязаны спрашивать у своих родителей. А то, что помимо этого, то в этом случае они имеют право при такой острой необходимости, как сегодня, без согласия родителей выехать на учебу. Аллах знает лучше.